Добрый день! С вами Аристократ и Элвис. Сегодня в нашем обзоре немного чумы. Черной чумы. Компания Cool Mini War Node и Guillotine Games представляют игру Зомбицид Черная Чума. Средние века, также известные как Темное Время, времена отваги и благородства, эпоха пламенной веры и ожесточенных войн, час меча, топора и зомби. Целые прорвы зомби. Немного о самой игре. Это настолка с полем боя и миниатюрами. От одного до шести игроков управляют выжившими. Задача выживших двигаться к цели миссии, походе уничтожая огромное количество разнообразных зомби в средневековой деревне. Зомби действуют и передвигаются согласно специальным алгоритмам, прописанным в колоде карт. Ну а самое важное в этой игре... А что же не самое важное? А самое важное, что игра кооперативная. Немного о коробке. Коробка качественная, плотная, превосходная полиграфия. На обложке изображены все шестеро выживших в окружении своих врагов зомби. Здесь есть аберрация, толстяк и даже некромант. Ну, все в принципе понятно. Открываем. Открываем. Та-дам! Первое, что мы видим, это прекрасная книга правил. Превосходно оформленная, с картинками, рисунками персонажей. Еще каким-то листочком непонятно. А это письмо с автографами всех тех, кто приложил руку к созданию игры. В общем, книга качественная, в ней есть миссия, описание токенов. И даже, как говорят знатоки, шутки, посвященные главным действующим лицам. Отличное издание. В ней вы найдете все, что вам необходимо для игры. И все это великолепие на английском. Однако, на приостойках отечественного интернета уже есть перевод. Ссылки под видео. Под книгой правил у нас скрывается основная коробка с миниатюрами. Сейчас мы ее достанем. В прошлое ушли серые скучные коробки без полиграфии. Теперь коробка прекрасно оформлена. Все те же шесть выживших. Название игры, ламинация. Все просто чудесно. Открываем. Первое, что бросается в глаза, это новые паспорта героев. Они пластиковые. Есть специальные слоты под героев. Оружие. В рюкзак карточки вставляются вертикально. И самая главная фишка игры, такого раньше не было, специальный слот под доспехи. Он вот здесь. Опять же, если доспехов у вас нету, он может использоваться как третья рука для запасного оружия. То есть, вам не придется тратить ход на то, чтобы достать лук и выстрелить. Можно стрелять сразу. Слушай, а маг, пользоваться луком-то умеет? Да я понятия не имею. Правила на английском я их не читал. Ну да, логично. Кстати, теперь на паспорте персонажей есть специальный трекер для учета убитых зомби. Раньше коробки были менее удобными и открывались сбоку. Так что доставать и выбирать миниатюру было чрезвычайно сложно. Теперь это не так. В коробке есть кубики, разноцветные подставки и соответствующие им токены, которые удобно размещаются в специальных пазах паспорта. По кубикам и токенам все. Переходим к самому главному. К миниатюркам. Немного подробнее о фигурках. В коробке у нас присутствует шесть выживших. Волшебник типа Гендальф одна штука. Мечник человек. И станет он Баромиром или Арагорном, зависит только от вас. И традиционная парочка. Гном и эльф. Но остается главный вопрос. Как говорят ребята в Кемерово. А что у нас с телочками? Телочками? Телочками. Прошлые сезоны Зомбицида радовали нас обилием женских персонажей. Их образы являлись отсылками к американской поп-культуре. Героиней комиксов, боевиков, вестернов и шоу-бизнеса. Но всех их объединяло одно. Так что же предлагает там Черная Чума? Монахиню и девушку из таверны. Модели прекрасные, детализированные. И образы яркие, ими хочется играть. Но главного в них нет. Ждем дополнений. Зомби. Отдельное упоминание заслуживает парочка отрицательных персонажей. В первую очередь это Некромант. На нем завязана новая увлекательная механика игры. Входя в игру, Некромант создает новую точку спавна зомби. Далее его задача не бежать на выживших с кулаками, а убегать в сторону ближайшей постоянной точки спавна зомби. Если ему это удается, точка созданная им остается в игре до конца. Такая механика заставляет игроков двигаться по карте активнее. Абоминация. Высшая ступень эволюции зомби. Конечно, если так можно сказать о тварях, созданных с помощью магии. До своей смерти Абоминация, видимо, был висельником, но теперь он вернулся в полон сил, энергии и желания причинять любовь и наносить добро. Кстати, теперь у него есть хит-поинты, которые можно снести не только коктейлем Молотова, но и с помощью героев. Об этом подробнее в следующем обзоре. Обычные зомби. Ходячие зомби. Две штуки. Три штуки. Четыре штуки. Пять штук, и все они разные. Бегуны. Все-таки двое. И два жердяя. Прекрасная коллекция. И все это великолепие представлено в семи экземплярах. Каждый игрок выбирает свой цвет. Им обладает подставка под персонажа и маркеры на его планшете. Однако, неважно, есть разноцветные подставки или нет. Мы, тем не менее, рекомендуем покрасить миниатюр. Так гораздо проще различать их между собой. Да и каждый игрок знает, что покрашенные модельки воюют лучше, чем не покрашенные. Слушай, я тогда и зомби покрашу, чтобы силы были равны. Что же у нас осталось на дне коробки? Куча макулатуры. Поля для игры и токены. Посмотрим подробнее. Распаковываем. Токены для игры. Картон плотный. Типографская краска. Ламинация выламывается. Сейчас проверим. Достаточно легко. Мне все нравится. Да. И, соответственно, дальше увесистая пачка игровых полей. Они двухсторонние, плотные. Сейчас мы их вскроем, чтобы посмотреть. Сейчас надо будет вскроем. В полях мы видим яркие картины средневекового зомби-апокалипсиса. Сломанные крыши, мебель, бочки, трупы. В общем, все, что необходимо. А главное, что при всей этой красоте не теряется информативность поля. Четко видны клетки, по которым ходят зомби и выжившие. Стены домов. Доступно и интуитивно понятно. Подводя итог. Если вы играли в зомбицит и вам понравилось, то черная чума для вас. Если вы не играли в оригинальный зомбицит, но хотели бы начать, начинайте с черной чумы. Будет интересно. Если вам всегда нравился сеттинг, но не нравились правила оригинального зомбицида, то в черной чуме исправили большинство из них, поэтому стоит попробовать. Но об этом в следующих видео. И помните, настольные игры это прежде всего живое общение. Собирайте друзей, играйте, общайтесь и получайте удовольствие. А на сегодня у нас все. В следующей распаковке мы посмотрим очередную игру от издательства Cool Minion Note. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и мы будем дальше радовать вас новыми видео. С вами были Элвис и Аристократ. Пока. Пока.